Биография будущей звезды Рунета началась в предпоследний день лета 1987 года в островном, закрытом военном городке Мурманской области. Отец Александра Гамбарова, таково настоящее имя блогера, был офицером-подводником, командующим гарнизоном, а мать – школьной учительницей. По примеру родителя Саша занимался спортом. Когда Александр учился в 11 классе, семья переехала в Москву. В подростковом возрасте Гамбаров хотел стать артистом. Отец сумел найти ключ к юноше, сказав вначале приобрети серьезную прикладную специальность, а потом, если захочешь, получишь актерское образование. Гамбаров-младший поступил в Московский энергетический институт на факультет технической физики. Курс Александра был первым, получившим специальность нанотехнологии. Сейчас блогер называет свое образование профанацией и говорит, что практически впал в депрессию, осознав, что отец его развел, ведь после окончания вуза у нормальных людей принято не идти во второй, а начинать работать. Уроженец Мурманской области с ужасом думал о перспективе планировать двухнедельный отпуск по графику раз в полгода. Александр попытался пройти кастинг на телепередачу «Доброе утро», но парню отказали с формулировкой «Вы не формат». В итоге Гамбаров устроился инженером на канал за 60. На пороге 30-летия Александр создал YouTube-канал, названный Габар, первым контентом которого стали трэш-челленджи. Вначале мужчина пытался совместить блогерство с основной работой, но потом сделал выбор в пользу первого. Также со временем акцент в контенте Габара сместился с испытаний над ним самим, от прыжков с моста до проведения суток в гробу, к организации и съемкам игр с другими. Новый канал получил название «Игры Габара». Регулярно Гамбаров проводят с участниками психологические эксперименты, как оригинальные, так и воспроизводящие классику науки о душе. Например, подопытным показывают две пирамидки, черную и белую, а специальные люди утверждают, что обе фигурки белые. Еще один проект, Габарик и Столярик, Александр запустил в августе 2019 года вместе с Алексеем Столяровым. Здесь основной контент – исследование продуктов питания и эксперименты с ними. Помимо блогерства Александр разработал настольную игру «Габарабан», создал свой мерч и владеет тату-салоном. В юности сын подводника играл в баскетбол за сборную своего вуза. Сейчас Александр перешел на большой теннис из-за проблем со спиной. Гамбаров не чувствует себя на свой возраст, говорит, что ощущает себя 18-летним юношей, и с удивлением осознает, что он отец двоих детей. Уроженец Мурманской области не скрывает личную жизнь от подписчиков. Семейные фото регулярно появляются на страницах Гамбарова в соцсетях. Нынешний брак для блогера – второй. Старший ребенок Александра Александровича – мальчик, родившийся в 2018 году, по семейной традиции назван Сашей. В 2021-м жена София сделала мужчину отцом второй раз, на свет появилась дочь Аврора. Сын офицера говорит, что позрешит детям украсить тело татуировками, но сделает это только после достижения отпрысками 14-летнего возраста. Сейчас уже трудно представить блогера без бороды. Растительность на щеках и подбородке Гамбаров осветляет, а затем окрашивает то в один цвет,